Добрый вечер! И сегодня мы подводим итоги очередной недели. Мы говорим о городском хозяйстве, все что с ним связано, а также сегодня поговорим об общественном транспорте. А именно хотелось бы сегодня это коснуться нашего нового подвижного состава в сотрудничестве с европейскими банками. В первую очередь мы говорим о том тендере, который у нас состоялся совсем недавно. Мы работали над изучением, скажем так, документов, которые подали участники этого тендера. Напомню, что этот тендер был на покупку нового подвижного состава, новых нотраваев, за деньги Европейского инвестиционного банка. Так вот, хочу сообщить, что в связи, в том числе наверняка с коронавирусом и с теми сжатыми терминами, которые были на подачу документов, ни один из участников не подал полный пакет документов. И мы вынуждены идти на ретендер. То есть этот тендер не состоялся, и уже в январе-феврале месяце будет новый тендер. О решении конкурсной комиссии уже разослала это письмо участникам этого тендера и также сообщила в Европейский инвестиционный банк. Говоря о развитии нашего общественного транспорта, это также хотелось бы отметить, что несмотря на перенос тендера, несмотря на карантин, на коронавирус, на предстоящие новогодние каникулы и зимний это перерыв, мы не останавливаемся. Сейчас специалисты наших вагоноремонтных мастерских занимаются сбором нового вагона Одиссей и также ведется это параллельно подготовка к сборке Одиссея МАКС. Еще раз напоминаю, параллельно мы собираем наш новый этаподвижной состав и закупаем новый этаподвижной состав с помощью Европейского инвестиционного банка. Ну и нельзя не отметить то, что совсем скоро Новый год и мы можем это столкнуться с тем, с чем мы столкнулись год назад. В городе будет достаточно много точек по розничной торговле елками. Уже сейчас мы говорим о порядке 145 локаций, которые будут заниматься розничной торговлей елками. Дабы не повторилась история, это конца 19-го, начало этого года, когда 1 января город был завален елками, мы уже сейчас до того, как они разложатся, ведем эти переговоры и по каждой локации, где будет вестись эта розничная торговля елками, будет заключен договор на последующую уборку этой территории. После этого мы уже будем четко понимать, какое-то количество елок может остаться, какое-то количество людей нам надо задействовать, чтобы вывезти эти все елки, сколько техники понадобится, чтобы вывезти эти все елки, и куда мы будем вывозить эти елки. Напомню, что основные локации, это куда вывозим мы елки, это база нашего, это КП Гор Зелентрест, ну и также мы какую-то часть сдаем в Одесский зоопарк. Ну а тем жителям нашего города, которые все-таки купят себе елочку, установят дома и создадут новогоднюю атмосферу, хочу напомнить, что после Нового года, после Рождества, не стоит выкидывать елки на улицу, оставлять елки вовле контейнера, либо еще в каких-либо неустановленных местах. Опять-таки в Одессе будут это работать пункты по сбору елок, как мы начали делать это год назад. То есть вы сможете отнести елку в специально установленный пункт, их в Одессе будет 42. Адрес каждого из пунктов вы сможете найти на сайте города и на сайте департамента городского хозяйства выбрать, какая локация вам наиболее удобна, занести, оставить там елочку, а взамен вы это получите конфеты. Поэтому меняем елки на конфеты, не оставляем их на улицах, делаем вместе наш город чище. Ну на этом, наверное, все. Это, как всегда, видимся через неделю. До новых встреч!